Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди. Глава ФРС США Джером Паул только что шокировал рынки внезапными заявлениями, а также отправил дерзкое послание всем держателям биткоина, а после заявил, что ФРС сохраняет ставки на прежнем уровне около 5,5%. Главный вопрос в том, когда будет уместно начать сокращение ставки и смягчать нашу политику. Джером Паул официально заявил о приостановке роста процентных ставок, а также предположил, что в 2024 году может произойти сразу три снижения ставки. Эти слова Джерома Паула, открыто говорящего о потенциальном развороте политики ФРС, это то, чего мы не видели уже практически два года. Давай разберемся, что произошло и что может произойти, сразу же после того, как ты поставишь лайк. Поставил? Большое спасибо. Это было необычное заявление. Джером не забрал свои слова назад на пресс-конференции, хотя кажется еще преждевременно объявлять о победе над инфляцией. Но вроде ФРС уже недалека от этого объявления. Да, я думаю, что это был очень важный день, Скотт. Я думаю, что сегодня ФРС совершила разворот. И я думаю, что ФРС перешла от настроя на повышение ставок к нейтральной позиции с прогнозом на снижение ставок. И я думаю, что это очень важно. И он признал в ответ на мой вопрос, что да, они сидели за столом сегодня и говорили о снижении ставок. Джером Пауэлл дал зеленый свет для пампа наших портфелей. Так расценили его слова криптовалютные инвесторы. ФРС, скорее всего, развернет политику. Рынки взорвутся, новости про биткоин ETF на носу и через несколько месяцев биткоин халвинг. Что вообще может остановить криптовалюту? Скотт, я подумал, что председатель ФРС мог попытаться продолжить свою жесткую позицию на еще одно заседание. Но мне кажется, что данные индекса цен производителей на прошлой неделе не дали Джерому возможности сдерживаться и сохранять слишком медвежью позицию. И еще, индекс потребительских цен без жилья уже несколько месяцев находится ниже 2%. Причина, по которой они не учитывают жилье в этом показателе, заключается в том, что данные про все эти компоненты жилья, которые они используют, запаздывают минимум на 3 квартала от других рыночных показателей. Это значит, что они показывают, что будет происходить с другими показателями и помогают ФРС США не держать процентные ставки слишком долго и слишком высоко. Последнее обновление говорит, что базовый индекс потребительских цен составил 3,1%, как и ожидалось. Таким образом, индекс потребительских цен оправдал все свои ожидания. Вот два основных вывода. Во-первых, индекс потребительских цен вырос на 0,1% в месячном исчислении и на 3,1% в годовом, что соответствует ожиданиям экономистов и ниже, чем 3,2% в прошлом месяце. Это хорошая тенденция. Но мы все еще находимся выше целевого уровня ФРС в 2%. Во-вторых, базовый индекс потребительских цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, что делает инфляцию менее волатильной, вырос на 0,3% в месячном исчислении и на 4% в годовом, что также соответствует оценкам аналитиков. И, наконец, основными изменениями стали расходы на жилье, которые снова выросли на 6,5% в годовом исчислении, но это ниже показателя прошлого месяца в 6,7%. Категория энергоносителей снизилась на 5,4%, потому что бензин подешевел на 8,9%. Категория продуктов питания выросла на 2,9%, а питание вне дома выросло на 5,3%. Страхование транспортных средств снова стало одними из самых высоких показателей, поскольку оно выросло на 19,2% в годовом исчислении, а заработная плата работников выросла на 0,2% за месяц и на 0,8% за год с поправкой на инфляцию. Такие оптимистичные данные про инфляцию заставляют биткоин-холдеров с оптимизмом смотреть в будущее. ФРС подталкивает фондовый рынок к историческим максимумам. Биткоин и криптоактивы будут следующими. Но так ли это? Естественно, что низкие процентные ставки и печать денег приводят к удешевлению доллара, что благоприятно сказывается на цене активов, в том числе и на биткоине. Так и было во времена пандемии, когда процентная ставка была около нуля. Посмотри, что тогда было с биткоином. Он рос как на дрожжах. Но есть один нюанс, о котором никто не говорит. Момент разворота может сопровождаться потрясениями. Не зря ведь ФРС США и Министерство финансов упорно твердят про мягкую посадку, будто бы пытаясь всех успокоить. Но почти каждое снижение ставки ФРС США за последние 50 лет приводило к рецессии. Давай послушаем, что об этом скажет Джером Пауэлл. На этот раз все может быть по-другому, потому что экономика США тоже другая. Я думаю, что эта инфляция не была классической инфляцией из-за взлетевшего выше крыши спроса, как это было раньше. Это было сочетание высокого спроса, без сомнения, и необычных ограничений со стороны предложения, как со стороны товаров, так и со стороны рабочей силы, потому что у нас был кризис цепочек поставок и так далее. Так что это было очень необычно. Мои коллеги и я в целом считали, что нужно работать с предложением. Но мы столкнулись с пределом своих возможностей уже на самых низких уровнях вертикали поставок, потому что там не было рабочих, а цепочки поставок были разрушены. Поэтому мы считали, что нужно было сделать все для понижения спроса. И знаете, нечто подобное уже происходит, снижение спроса. Вопрос в том, когда это произойдет. Мы определенно считаем, что проблемы цепочек поставок и дефицита товаров никуда не делись. Но будет ли рынок труда укрепляться и дальше? Возможно. И миграция может повлиять на это. Но может случиться так, что в какой-то момент возможности предложения работы будут исчерпаны. Но чтобы с уверенностью сказать, что на этот раз все будет по-другому, я бы не хотел говорить о том, в чем нет уверенности. Мы просто не знаем. Я имею в виду, что инфляция продолжает снижаться, а рынок труда продолжает приходить в равновесие. И знаете, пока все хорошо. Чем дальше, тем лучше. Хотя мы вроде как предполагаем, что дальше будет сложнее. Но пока этого не происходит. Иными словами, глава ФРС США предполагает, что снижение ставки может привести к безработице, что является одним из компонентов рецессии. Дело в том, что если ФРС США решит, что победила инфляцию, но это решение окажется немного ранним, мы можем повторить этот сценарий со вторым пиком инфляции, который будет гораздо, гораздо больше, чем первый. В любом случае, похоже, что ФРС США находится на пике своего цикла ужесточения, и отсюда нас может ожидать разворот. Разворот, который вначале может привести к рецессии, но на длинной дистанции должен приводить к стимулированию экономики дешевыми деньгами, что для рынков очень хорошо. Но это не финансовый совет. Принимай свои собственные решения насчет этого. Никто из нас не может заглянуть в будущее, и поэтому мы не можем взять ответственность сразу за всех. Я считаю, что мы достигнем мягкой посадки экономики, когда инфляция снижается, а рынок труда остается сильным. Если посмотреть на исторические закономерности, на то, что происходило во время каждого снижения ставок, это шокирует, и это нельзя игнорировать. Взгляни на это. 1989 год, это процентные ставки. Они снизили процентные ставки в этом году. И когда они их снизили в 1990 и 1991 году, наступила рецессия. Если посмотреть на март-октябрь 2001 года, они тоже снизили процентные ставки. Что произошло тогда? Да, лопнул пузырь доткомов. Рецессия. 1998 год, снижение ставок. И сразу же рецессия. В Японии ВВП упал с 5% до 1,6%. В Соединенных Штатах фондовый рынок упал сразу же на 7,2%. И в течение кризиса еще на 12%. Но то, к чему мы пришли сегодня, очень интересно, потому что ставка выше 5,5%. И Джанет Йеллен говорит, что у нас будет мягкая посадка и выглядит очень счастливой. Всем своим видом говоря, мы победили инфляцию. Экономика переживет лишь мягкую посадку. Скоро снова дешевые деньги. Ура! Но вот что интересно, так было каждый раз. Каждый раз они говорили одно и то же. В 1978, 73, 80, 89, 2008. Каждый раз они говорили о мягкой посадке. Ожидается мягкая посадка. Мягкая посадка видна в экономике. Ожидается мягкая посадка. Американская экономика, кажется, движется к мягкой посадке. Но все происходило с точностью наоборот. Они резко снижали ставки, а затем в течение 6 месяцев наступала рецессия. Даже Forbes написал об этом статью. 5 прогнозов мягкой посадки экономики, которые оказались абсолютно неверными. И они взяли несколько очень похожих газетных вырезок из 73 года, 75, 80 и 2008. Экономисты видят мягкую посадку. Во все эти годы ФРС США и Министерство финансов твердили о мягкой посадке, которая так и не случилась. Но что же происходит сегодня? Мы стали свидетелями самого агрессивного цикла повышения ставок в истории. Но кроме этого, Всемирный банк опубликовал следующее. Главный экономист Всемирного банка сказал, что это может иметь серьезные негативные последствия для развивающихся стран. По их словам, высокая стоимость обслуживания долга, которая к тому же еще и растет, высокая долговая нагрузка и медленный рост экономики во многих странах вызывают опасения по поводу нового долгового кризиса и риска запуска эффекта домино, который они здесь называют заражением, когда многие страны начнут объявлять о дефолтах. Но также они добавляют, что не считают этот риск неизбежным. То есть его можно избежать. По их мнению, инфляционные процессы в странах с развитой экономикой выглядят многообещающе, но потрясения в сфере предложения, особенно на сырьевых рынках, могут быстро привести к новому витку инфляции, что окажет давление на центральные банки, заставляя их удерживать ставки на высоком уровне. Что-то подобное может произойти уже в 2024 году, если ФРС США начнет снижение ставки. Но я вижу, как многие люди сейчас спекулируют и думают, что эта экономика будет продолжать расти, недвижимость будет продолжать расти, все будет замечательно, и мы действительно можем увидеть много оптимизма в краткосрочной перспективе, но я думаю, что это будет массовый и резкий разворот политики ФРС США, который сможет повторить сценарии прошлых лет. И мы уже можем видеть признаки этого. Почему центральные банки скупают золото? И темпы покупок настолько рекордные, что за последние 55 лет мы таких не видели. Зачем им это делать, если нас ожидает мягкая посадка? Мы много лет говорили о том, что крах фондового рынка неизбежно приводит к краху биткоина, ведь они взаимосвязаны и коррелируют, и поэтому эта рецессия может обвалить и его тоже. Но почему тогда некоторые финансовые институты заговорили о том, что и биткоин может стать средством защиты от макроэкономических и геополитических потрясений? Почему тогда в этом году впервые на длительное время биткоин и фондовый рынок потеряли корреляцию, когда фондовый рынок падал, биткоин стремительно рос? Почему золото бьет рекорды? Почему биткоин бьет рекорды? Почему Уоррен Баффет сидит на мешке наличных рекордных размеров и продал акции уже на 28,7 миллиарда долларов? Почему банкам разрешили держать 2% резервов в криптовалюте и биткоине? В том числе и центральным банкам, что важно отметить. Почему институционалы так спешат со своими спотовыми биткоин-тефами? Вчера Гэри Гэнслер в интервью с NBC сказал, что раньше они отклоняли все заявки, но потом суд заставил их пересмотреть взгляды. Теперь комиссия по-новому смотрит на спотовый биткоин-теф. Да, в прошлом резкое понижение ставок после длительного периода их повышения спустя 6 месяцев после начала снижения приводило к рецессии, и фондовый рынок валился. Но я рискну допустить весьма смелое предположение, которое еще никогда не оправдывалось, просто потому что этого еще никогда не случалось. Что ежели так случится и на этот раз, биткоин не должен полететь вслед за фондовым рынком. Хотелось бы в это верить, ведь многое для биткоина сейчас поменялось. А здесь они делают очень-очень интересный прогноз. По их мнению, рынок жилья будет очень сильным после того, как начнут снижать ставки, что приведет к повышению покупательной способности покупателей, и из-за этого вырастет спрос на жилье. Люди, которые брали ипотечные кредиты под 2-3% после снижения ставки, навряд ли будут продавать, тем самым сокращая доступное предложение жилья на рынке. А это значит, что цены на рынке жилья вырастут еще больше. Что ж, это звучит логично. Но мне кажется, что они упускают одну важную деталь. Если процентные ставки будут снижены, мы наоборот увидим наплыв предложения жилья на рынок. На рынке появится гораздо больше предложений, потому что многие люди захотят избавиться от своей собственности, так как длительное время находились буквально под водой, и им просто захочется наконец-то подышать полной грудью. Резкое понижение ставки может наоборот привести к обвалу цен на жилье из-за повышения предложения на рынке. И мы уже начинаем это видеть. Если посмотреть на графики, обрати внимание на обычные циклы. В июне, июле и августе мы видим, как предложение жилья растет. Здесь, здесь, здесь. Этот цикл постоянно повторяется. И напротив, каждый раз, когда мы входим в зиму, предложение жилья падает. Здесь, здесь, здесь. Постоянно. Но так продолжалось только лишь до сегодняшнего момента. Смотри, мы входим в зиму, а предложение жилья растет. Почему? Потому что продавцы жилья хотят выбраться из-под всего этого. Из-под надоевшего гнета высоких процентных ставок. Из-за ужесточенной политики ФРС США и так далее. И как только ФРС США начнет снижать ставки, начнет смягчать свою политику, они воспользуются этим шансом. В 2024 году, в случае обещанных трех снижений ставки, рынок жилья может наводниться предложением. Но одна из самых больших оговорок, о которой никто не говорит, но которая окажет огромное влияние на рынок труда, заключается вот в чем. Два месяца назад они заявили, что корпоративный долг в США приближается к 2 триллионам долларам. Это 2 триллиона долларов долга с учетом инфляции. И это неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, особенно после снижения ставки. Крупные американские компании набрали дешевых займов во время пандемии, что способствовало росту корпоративных прибылей. Крупнейшие компании были в значительной степени изолированы от последствий недавнего ужесточения политики ФРС США. И это объясняется тем, что многие из них во время эпидемии получили в изобилии кучу денег по низким фиксированным процентным ставкам. И в конечном счете они должны погасить задолженность за счет рефинансирования долга по гораздо более высокой ставке. В более чем 5,5% эти компании занимали деньги по 2 или 3%, а некоторые даже близко к 0%, а рефинансировать должны выше 5%. Это будет большой проблемой. И это заставит многие компании искать пути сокращения расходов. Как это сделать? Как сократить расходы? Массовыми увольнениями в 2024 году они также будут сокращать площадь офисов. Например, JP Morgan Chase закроет 159 отделений банка по всем Соединенным Штатам. Они будут закрывать производство, они будут делать все, чтобы попытаться удержать свои компании на плаву. Корпоративный долг 2 триллиона под 5,5% это очень много. Но как насчет 2,7 триллионов долларов долга по коммерческой недвижимости, который тоже должен быть рефинансирован в ближайшие пару лет по гораздо более высокой ставке? Смогут ли они спасти экономику снизив ставки? Добиться мягкой посадки? Получится ли у них это? Роберт Кийосаки ожидает больших проблем в экономике и советует прятаться от них в золоте, серебре и биткоине. До 2025 года ФРС США, по его словам, снова будет вынужден опечатать миллиарды долларов. Ведь, скорее всего, ФРС США придется провести масштабную покупку облигаций. Иными словами, включить политику ту самую, которая в 2021 году взорвала биткоин до 69 тысяч долларов, чтобы снизить ставки по государственным и ипотечным облигациям. И это значит не что иное, как рост биткоина. Посмотри на этот график. И заявления Джерома Пауэлла покажутся странными. Согласно последнему отчету CPI, инфляция в секторе основных услуг, Core CPI, подскочила на 0,44% за последний месяц. В годовом исчислении инфляция в секторе основных услуг находится на тревожном уровне 5,3%. Это значительно превышает общий показатель CPI в 3,1% и более чем в 2,5 раза превышает целевой показатель инфляции ФРС. Иными словами, борьба с инфляцией далека от завершения. И они заявляют о возможности трех снижений ставок в 2024 году. Почему они это делают? В то время, когда борьба с инфляцией все еще не закончена. Новые опросы по разным штатам жестоки по отношению к рейтингу Байдена. Президентские выборы не оставляют выбора. Вот такая тавтология. Вот почему ФРС США внезапно объявила о трех снижениях ставки в 2024 году. Байдену нужно спасать рейтинг. Ведь еще две недели назад снижение ставок не планировалось. А Джером Пауэл говорил, что ставку нужно держать высокой еще долго. Но зачем бороться с инфляцией? Ведь дедушка Байден позвонил Джерему Пауэллу позавчера вечером. И именно поэтому они буквально объявили капитуляцию перед инфляцией. Это вызовет потрясение на рынке. Но какая разница? Нужно же спасать рейтинг. Но в конечном итоге 2025 год станет годом роста биткоина, серебра и золота. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok